Токио прошлого и будущего, что обязательно посмотреть в столице Японии. Токио прошлого и будущего, что обязательно посмотреть в столице Японии. 8 часов 4 февраля 2020 года. Сакура в Японии в этом году зацветет раньше, чем обычно, уже через полтора месяца, как обещают синоптики. В Токио устремятся толпы туристов, поднимутся цены. Пока же в столице страны восходящего солнца можно гулять с комфортом. О том, что там обязательно нужно посмотреть, чему удивиться, как попасть в прошлое и будущее, в фото ленте Риа Новости. AP Photo, Koji Sasahara. Токио суперосовременный город с древними храмами и традициями. Здесь девушки одеваются и в кимоно, и в костюмы персонажа аниме. Например, Готи Клолит есть такая субкультура в Японии. Больше всего их в молодежном районе Харадзуко. Здесь стоит прогуляться. Еще в Японии интересно посетить тематические бары. Разве плохо выпить с Аки с Ниндзо или, скажем, с Чеширским Котом? За ночной жизнью в кварталы Синдзуко или Рапунге, в отличие от остального города и вообще страны, там принято оставлять чаевые. 1 из А16. Токио суперосовременный город с древними храмами и традициями. Здесь девушки одеваются и в кимоно, и в костюмы персонажа аниме. Например, Готи Клолит есть такая субкультура в Японии. Больше всего их в молодежном районе Харадзуко. Здесь стоит прогуляться. Еще в Японии интересно посетить тематические бары. Разве плохо выпить с Аки с Ниндзо или, скажем, с Чеширским Котом? За ночной жизнью в кварталы Синдзуко или Рапунге, в отличие от остального города и вообще страны, там принято оставлять чаевые. АП-фото, Ко-Джи Сасахара. РИА Новости, Евгений Япанчинцев. Когда путешественник попадает в район Асакуса, он, словно на машине времени, перемещается в Японию из исторических романов и фильмов про самураев, рассказывает Гитоль Горобалко. Люди в кимоно, старейший буддийский храм Токио Сансадзи, основан в 628 году, лавочки со всевозможными национальными вещицами и лакомствами, рикша. Кстати, чтобы сэкономить, она советует покупать сувениры не в универмагах, а именно в торговых рядах таких кварталов. 2 С16. Когда путешественник попадает в район Асакуса, он, словно на машине времени, перемещается в Японию из исторических романов и фильмов про самураев, рассказывает Гитоль Горобалко. Люди в кимоно, старейший буддийский храм Токио Сансадзи, основан в 628 году, лавочки со всевозможными национальными вещицами и лакомствами, рикша. Кстати, чтобы сэкономить, она советует покупать сувениры не в универмагах, а именно в торговых рядах таких кварталов. РИА Новости На знаменитом перекрестке семи дорог в районе Сибуа туристы возвращаются из прошлого в настоящее. Снова чувствуется ритм современного мегаполиса. Этот скрэмбл, несколько зебр, в том числе и по диагонали, за одну фазу светофора пересекают до 2000 человек. Перекресток запечатлен во многих художественных фильмах, в том числе таких известных, как «Трудности перевода», «Форсаж». Рядом самое популярное место встреч в городе – памятник верному псу Хатико. Не потеряйтесь. 4.16 На знаменитом перекрестке семи дорог в районе Сибуа туристы возвращаются из прошлого в настоящее. Снова чувствуется ритм современного мегаполиса. Этот скрэмбл, несколько зебр, в том числе и по диагонали, за одну фазу светофора пересекают до 2000 человек. Перекресток запечатлен во многих художественных фильмах, в том числе таких известных, как «Трудности перевода», «Форсаж». Рядом самое популярное место встреч в городе – памятник верному псу Хатико. Не потеряйтесь. РИА Новости, Евгений Епанчинцев. РИА Новости, Евгений Епанчинцев. Любители аниме составляют на соответствующих сайтах специальные путеводители по Токио. Конечно, фигурки, манги или плакаты продаются во многих магазинах. Но есть и культовые места. Например, Акихабара. Путешественники порой жалуются, что навигация там несколько затруднена. Но зато везде любимые персонажи. Пять из А16. Любители аниме составляют на соответствующих сайтах специальные путеводители по Токио. Конечно, фигурки, манги или плакаты продаются во многих магазинах. Но есть и культовые места. Например, Акихабара. Путешественники порой жалуются, что навигация там несколько затруднена. Но зато везде любимые персонажи. РИА Новости. Евгений Епанчинцев. РИА Новости. Евгений Епанчинцев. За другой мультипликацией стоит отправиться в пригород Токио-Урая суперфектуры Тиба. Там в 1983 году открылся Дисниленд Первый за пределами США. Здесь все атмосферно. Например, уборщица, если увидят уставшего ребенка, может отвлечься от основной работы и нарисовать ему Микки Мауса. Каждый сотрудник способен развлечь детей, говорит глава Московского представительства Национальной туристической организации Японии Аэриматакура. 6.16. За другой мультипликацией стоит отправиться в пригород Токио-Урая суперфектуры Тиба. РИА Новости. Евгений Епанчинцев. Парады в японском Дисниленде это нечто особенное, продолжает Матакура. Расписание есть на сайте парка. Там указаны маршруты и лучшие места для фотосессий. 7.16. Парады в японском Дисниленде это нечто особенное, продолжает Матакура. Расписание есть на сайте парка Там указаны маршруты и лучшие места для фотосессий РИА Новости, Евгений Епанчинцев РИА Новости, Евгений Епанчинцев За час до парады ограждается территория Гости устраивают пикники У каждой компании свой уголок Никто никому не мешает Особенно красивы парады вечером Ну а ночь время фейерверков и оркестров Восемь из шестнадцати за час до парады ограждается территория Гости устраивают пикники У каждой компании свой уголок Никто никому не мешает Особенно красивы парады вечером Ну а ночь время фейерверков и оркестров РИА Новости, Евгений Епанчинцев РИА Новости, Евгений Епанчинцев До Диснилин до Токио примерно 35 минут на автобусе Цена однодневного билета для взрослых 4343 рубля По текущему курсу Вокруг парка развлечений ходит монорельсовый поезд с окошками в виде Микки Маусов Девять и со шестнадцати До Диснилин до Токио примерно 35 минут на автобусе Цена однодневного билета для взрослых 4343 рубля По текущему курсу Вокруг парка развлечений ходит монорельсовый поезд с окошками в виде Микки Маусов РИА Новости, Евгений Епанчинцев РИА Новости, Евгений Епанчинцев Прокатиться и в метро без гида и провожатого развлечения для смелых и находчивых Общая протяженность подземки 313 километров Много веток, станции Вы не увидите там роскошных вестибюлей, мраморных лестниц и красивых люстр Но поразитесь чистоте, функциональности и комфорту, объясняет Ольга Рыбалко Есть вероятность ощутить чувство локтя в давке Но это бывает только в час пик и не на всех станциях Мы, гиды, любим рассказывать, как специальные люди на платформе утрамбовывают людей в вагоны Но, поверьте, это не критично Поскольку цена поездки зависит от расстояния Гид советует приобрести в автомате транспортную карту Силека или Пасмо И положить на нее деньги Нужная сумма автоматически списывается при прохождении через турникет 10 из 16 Прокатиться и в метро без гида и провожатого развлечения для смелых и находчивых Общая протяженность подземки 313 километров Много веток, станции Вы не увидите там роскошных вестибюлей, мраморных лестниц и красивых люстр Но поразитесь чистоте, функциональности и комфорту, объясняет Ольга Рыбалко Есть вероятность ощутить чувство локтя в давке Но это бывает только в час пик и не на всех станциях Мы, гиды, любим рассказывать, как специальные люди на платформе утрамбовывают людей в вагоны Но, поверьте, это не критично Поскольку цена поездки зависит от расстояния Гид советует приобрести в автомате транспортную карту Силека или Пасмо И положить на нее деньги Нужная сумма автоматически списывается при прохождении через турникет РИА Новости, Евгений Епанчинцев РИА Новости, Евгений Епанчинцев Прямо в Токио есть аналог Нью-Йоркского острова Свободы Остров Адайба Туда ведет радужный мост из-за подсветки Вантовая конструкция становится арт-объектом 11.16 Прямо в Токио есть аналог Нью-Йоркского острова Свободы Остров Адайба Туда ведет радужный мост из-за подсветки Вантовая конструкция становится арт-объектом РИА Новости, Евгений Епанчинцев РИА Новости, Евгения Епанчинцев На острове стоит младшая сестра американской статуи свободы. Ее поставили в 1998 году. Она в четыре раза меньше оригинала. 12 со 16. На острове стоит младшая сестра американской статуи свободы. Ее поставили в 1998 году. Она в четыре раза меньше оригинала. РИА Новости, Евгения Епанчинцев РИА Новости, Евгений Епанчинцев. А Дайбу еще называют район будущего. Сюда можно приехать на монорельсовом поезде без машиниста. Тут живет робот-гандам-юникорн размером с семиэтажный дом. Он двигается, а вечером на нем включается иллюминация. Здесь же находится музей передовой науки и технологий Мирайкон со множеством интерактивных зон, где посетители исследуют космос, солнечную систему, Землю и все живое на ней. Эксперименты, доступные гостям, разработаны передовыми учеными. 13 и 16. А Дайбу еще называют район будущего. Сюда можно приехать на монорельсовом поезде без машиниста. Тут живет робот-гандам-юникорн размером с семиэтажный дом. Он двигается, а вечером на нем включается иллюминация. Здесь же находится музей передовой науки и технологий Мирайкон со множеством интерактивных зон, где посетители исследуют космос, солнечную систему, Землю и все живое на ней. Эксперименты, доступные гостям, разработаны передовыми учеными. РИА Новости, Евгений Епанчинцев. РИА Новости, Евгений Епанчинцев. Гости Токио нередко спрашивают у гидов про нетуристические места. У каждого, и у меня в том числе, свои любимые козьи тропы, признается Ольга. Это и храм Сангакудзи, где 47 ранинов, воины Японии, потерявшие покровительство Сюзерена либо не сумевшие беречь его от гибели. Примечания редакторов сделали Харакири в честь своего хозяина. И музей знаменитого художника Као Цусики Хокусая. И торговая улочка Янака Гиндза со множеством сувенирных котиков. И кафе с ежиками, где посетители могут пообщаться с этими животными. И место тусовок японских фриков Токазита. 14 из 16. Гости Токио нередко спрашивают у гидов про нетуристические места. У каждого, и у меня в том числе, свои любимые козьи тропы, признается Ольга. Это и храм Сангакудзи, где 47 ранинов, воины Японии, потерявшие покровительство Сюзерена либо не сумевшие беречь его от гибели. Примечания редакторов сделали Харакири в честь своего хозяина. И музей знаменитого художника Као Цусики Хокусая. И торговая улочка Янака Гиндза со множеством сувенирных котиков. И кафе с ежиками, где посетители могут пообщаться с этими животными. И место тусовок японских фриков Токазита. РИА Новости, Евгения Япончинцев. РИА Новости, Евгения Япончинцев. У туристов есть несколько вариантов увидеть город с высоты птичьего полета. Например, смотровая площадка Токийского муниципалитета 243 метра. Лифт до 45 этажа идет всего 55 секунд. А еще небесное дерево телевизионная башня в районе Сумида. 15 и со 16. У туристов есть несколько вариантов увидеть город с высоты птичьего полета. Например, смотровая площадка Токийского муниципалитета 243 метра. Лифт до 45 этажа идет всего 55 секунд. А еще небесное дерево телевизионная башня в районе Сумида. РИА Новости, Евгения Япончинцев. Официальный твиттер Олимпийских игр в Токио 2020 года. Желающим посетить Токио и погулять по его улицам без столб стоит поторопиться. Осталось полтора месяца до сезона цветения Сокуры и чуть менее полугода до летней Олимпиады. Стоимость авиабилетов Москва-Токио-Москва сейчас в среднем 30 тысяч рублей, обычно чуть дороже. Визу, как уточняют в посольстве Японии, при отсутствии замечаний выдают на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов. 16 со 16. Желающим посетить Токио и погулять по его улицам без столб стоит поторопиться. Осталось полтора месяца до сезона цветения Сокуры и чуть менее полугода до летней Олимпиады. Стоимость авиабилетов Москва-Токио-Москва сейчас в среднем 30 тысяч рублей, обычно чуть дороже. Визу, как уточняют в посольстве Японии, при отсутствии замечаний выдают на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов. Официальный твиттер Олимпийских игр в Токио 2020 года.